Микс Ньюс Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Болтком Культурная линия. И с нами на связи российский кинорежиссер Владимир Хатиненко. Здравствуйте, дорогой Владимир Иванович! Добрый день! Рад вас видеть любыми здоровыми! Напоминаем, что наш гость очень известный режиссер, на счету которого 25 художественных фильмов. Сейчас вот мы он всенародно любим по картинам. Сейчас мы их немножечко перечислим, и у вас перед глазами просто кинолента такая прокрутится. 72 метра «Мусульманин», «Зеркало для героя», «Макаров», «Поп», «Бесы», «Достоевский». Из последних сериал «Демон революции», фильм «Ленин. Неизбежность». И мы очень благодарны, что Владимир Иванович нашел время для того, чтобы побеседовать с рижскими радиослушателями. Напомним, что проект «Культурная линия» у нас происходит в сотрудничестве с журналистами из медиаклуба «Формат А3». Мы анонсируем гостя заранее и приглашаем радиослушателей присылать вопросы. Как всегда, самые активные у нас журналисты. Мы получили много вопросов. И телефоны нашего прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Приглашаем радиослушателей звонить в прямой эфир. Владимир Иванович, и первый вопрос. Вы совсем недавно вернулись с кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. И хотелось бы узнать, во-первых, как проходил фестиваль в этих новых условиях коронавируса. Были ли для вас какие-то приятные открытия? Хотелось бы вот такую небольшую картину. Есть несколько. Попробую отделить их на несколько на несколько праграпов. Значит, во-первых, новые условия. Конечно же, это отдельный номер проводить фестивали очень новых в этих условиях. Но, я должен сказать, организаторы приложили все силы, чтобы люди как-то проводить в безопасности. Во-первых, обязательно маски, перчатки на поликинотеатр. Вопрос другой, что люди же такие, на такой народ. Пока в кинотеатре, пока все это контролируется, а дальше начинается свободная жизнь. Поэтому, к сожалению, там несколько людей заболели. Но ответственно могу сказать, что организаторы приложили все усилия. Ну, такие, насколько это возможно. Мы знаем, что это такое вообще в принципе. Вопрос другой. Он не только благодаря этому как-то мне этот фестиваль, скажем, запомнится, даже назову это в перспективе, потому что была очень неплохая программа краткометражных фильмов. Вот с женой моей, Танечкой, ездим туда в кино смотреть, в общем-то. А жена у нас киновед. Хуже было. Так и пообщаться можно. Сейчас уже немножко это все в основном в кино смотреть. И для меня очень полезно, потому что у меня все-таки много учеников, и мне важно было, в каком контексте они, ну, мы живем, в наших мастерских, например. И это, в общем, это мне показалось очень интересной программой, разнообразной, очень коротких метров. И, вы знаете, в этом году вообще победителей как-то определило жюри очень точно. Знаете, я сам три раза был председателем жюри на кинотавре. И вообще мы с Танечкой, ну, не знаю, может пропустили один. Сейчас был 31-й, мы, наверное, были гостями 30 кинотавров уж точно. И участниками в том числе. Я со многими фильмами участвовал и так далее и тому подобное. Но это будет, я думаю, отличаться, во-первых, этими условиями вот этого вируса проклятого и проклятого. но, вы знаете, еще программа все-таки. Было что-то совершенно новое, которое продиктовано и обстоятельствами, в которых мы оказались, и, ну, в общем, еще чем-то, наверное, что мы до конца еще не можем сформулировать. Потому что, вот в коротком метре, вернусь к короткому метру, сейчас постараюсь не задерживаться долго на этом, но это очень важно. Победила картина, которая называется «Сера». Вот. Девочки. Кстати, в коротком метре победили только, вот пять призов дали, по-моему, только девочкам. Все, 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 абсолютно доминанта. Матриахат получился в длинном метре. Вот этот фильм, я советую, он в сетях есть, его можно посмотреть, посмотреть. Очень стильно, очень точно по профессии, с каким-то звучанием очень современным, необычным. То есть победитель, хотя у моих учеников там были тоже картины, но я не в обиде, потому что эта картина заслуживает в общем особого внимания. Что касается длинного этого, вот тут вообще произошло что-то, ну не знаю, из ряда, ну достаточно исключительное, скажем так, потому что и победитель, и гран-при, получивший фильм «Угола», это явление совершенно необыкновенное. Совершенно необыкновенное явление. И второй фильм, получивший за режиссу, «Китобой», это два в общем этнические, на этническом материале фильма, хотя они очень разные, очень разные. И вот у меня Татьяна даже какую-то формулировку, по-моему, очень точную делала, как будто бы произошло некоторое обнуление, как будто бы обнулились, понимаете, как будто вот, знаете, вот эти взрослые, картины обыкновенные, они смотрелись каким-то атовизмом, потому что все и «Угола» это, там такая природа вдруг берет свое, такое какое-то естество. Вот. И, конечно же, я давно не получал такое впечатление, как вот от фильма «Угола», в частности, а вторая, которая «Китобой», там мальчик совершенно, хотя, «Угола», режиссер, он сельский учитель и до сих пор сельский учитель. Это его третий полнометражный фильм, с первым фильмом «Постер на ветров», он там тоже призов каких-то он получал. Ну, думаю, вот такого уровня фильма еще вот это «Якутский феномен», это «Якутская школа», еще, думаю, что не знал. Это все-таки какая-то вершина грандиозная совершенно. Вот. А фильм «Китобой», там это гиковская картина из мастерской, значит, учителя Юрьев, значит, и он 10 лет, он ездил туда, в Якутию, он 10 лет снимал эту картину, и это тоже непрофессиональные актеры, это что-то тоже совершенно исключительное. Поэтому я говорю, он во всех отношениях какой-то, я бы так сказал, резонирующий со временем получился фестиваль. Вот какой-то вот есть резонанс с тем, что происходит, потому что мы же сейчас имеем дело с природой открытым, и не имеем дела, ведь вирусы это все равно природа, искусственные, не искусственные, но это все равно природа, это природа, нас как-то пытается обратить внимание, вот, наше на себя, поэтому вот, вот такие вот, скажем так, основные впечатления, плюс, конечно, ну, фильм закрытия Кончаловского, но это тоже чрезвычайно интересное явление, безусловно, там же многие из Венеции приехали, вот, например, и тот китобой, он получил в Венеции, во второй там программе он получил гран-при, вот, равно как и вот фильм Кончаловского. Так что впечатлений было достаточно, несмотря на никакую общую такую тревогу это мироустройство, но в общем, в целом это очень такая эмоция осталась положительной. Владимир Иванович, мы назвали тему нашего эфира «Кино как зеркало для России». «Зеркало для России» название перекликается, так называется ваша книга, и это название перекликается с фильмом «Зеркало для героя», который, кстати, в свое время очень так прогремел, был отмечен призом Виктория Де Сико в Италии, и, кстати, это было, наверное, в кино первая такая идея, задумка, которую потом взяли и воплотили в фильме «День сурка», да? Да, 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 повторяющийся день, да. Повторяющийся день, когда герой должен что-то осознать, и книга называется «Зеркало для России», И вот вы часто подчеркиваете, что Россия страна мистическая и в геополитическом смысле, и в каком-то философском, метафизическом, и даже в бытовом. Что вы вкладываете вот в это понятие «Россия страна мистическая»? Почему вы так считаете? Ну, во-первых, это моя точка зрения, если кто-то так не считает на здоровье, то даже спорить ни с чем, это всегда вопрос мироощущения. Это я так ощущаю и попробую изложить достаточно разумительно, почему я так считаю. Потому что это моя твердая точка зрения, причем я прежде всего должен оговориться. Я не имею в виду, произнося это, что Россия лучше всех. Я это не имею в виду вообще. Я имею в виду, что, конечно, по сложности, по диапазону, по вот этому конденсатору между добром и лом. Россия в этом смысле чрезвычайно сложная страна. Чрезвычайно сложная страна. И когда я имею в виду мистическое, и все-таки это, знаете, вот я, когда мне судьба благоволила, я как-то я в твоей биографии кинематографической прошел по каким-то ключевым этапам развития российского государства. Даже еще, когда я учился на высших курсах, у меня диплом был, он назывался «Голос дракона в бездомном море». Вот такое викиеватое название это не я придумал. Это называлась музыкальная пьеса пятого века, исполняемая на инструменте цинь, которая, это музыкальная пьеса, которую я нашел в редакции вещания на Китае, и я решил с лучшего названия не придумать. Это «Голос дракона в бездомном море». И там вот это вот шевеление такое, если можете во всем. Так вот, это была тема Хабарова. Вообще, тогда еще не, как-то еще, условно говоря, не обобщил все, что я сейчас более-менее понимаю, что я вот так вот philosopь Вот это вот всё сделал. Тогда это было начало пути, но интуитивно я уже затронул тему, которая для меня, ну она остаётся одной из важнейших до сих пор. Совершенно необъяснимо, совершенно непонятно, как вот эту огромную территорию, самую большую, как? Вот этот вот такой во многом стихийный народ, в этом смысле разгильдяйский, вообще, ну такое вот столько, как? Почему никто не отнял? Вот расскажите мне, пожалуйста. И Вильяма Хабарова как раз об этом. То есть когда это только осваивалось, когда у Хабарова там 300 казачков, против него там империя китайская, там уйма народу, вот, манжуры, и они ничего не смогли сделать. И вот это теперь, от Москвы до самых, до окраин, вот до Дальнего Востока, когда летишь на самолёте, ты не понимаешь ничего, вот сейчас смотришь в окно, там ничего нет, там простирается от поля. Когда на эту смотришь на карту народонаселения, распределение, мы же видим, да, этот сгуст как в европейской части, и потом вот это вот всё. В этом, конечно, и сложности совершенно, совершенно невероятные. Но, вы знаете, я тогда стоял, я потом даже эти свои личные ощущения перенёс на Хабарова, я стоял на берегу Амура, там был Китай на другой стороне. Вот. И я тут почувствовал какое-то движение энергетики, вот этот мистика всё. Это объяснить даже совершенно невозможно, но я почувствовал движение, которое я потом попытался передать им. И вот это вдруг, понимаете, да, разрыв, тогда, и сегодня-то лететь на самолёте устанешь, а тогда от Москвы до тех краёв, до Хабаровска, сколько нужно было чего пройти, сколько всего пережить, это совершенно невозможно себе вообразить. Но вот эта вот мистическая сущность в России потом ещё много раз была вдруг, ещё раньше. Вот я снимал фильм «1612», который в просторечии называют «1612». Это про смутное время, когда Россия пережила время, которое она переживала ещё несколько раз на самом деле. Смутное время Россия пережила несколько раз. И недавно, в 90-х, я считаю, это смутное время абсолютно, сто процентов, было смутное время. Вот. И вдруг, и вот это вот в России и вдруг, без определённых... Россия в раздрае чудовищном, бандитизм на дорогах, поляки в Кремле сидят. Ну, просто, ну, невозможно, где она, где она, эта Россия? И вдруг объявляется Менин и Пожарский, какие-то вообще достаточно персонажи, сам по себе они, вот, они в историческом контексте, они уже стали фигурами значительными, памятниками. А тогда-то это захудал и князь, и, значит, и купец. Но это началось движение народа. Вот энергия пошла, которая собрала всех и позволила, позволила начать вот этот новый этап. Новый этап – это вот эпоху Романова. Вообще, сам приход вот в династии этой Романовской, а вообще вся царская династия, которой там немецкой крови, там чего только нет. Вы понимаете, это же невозможно. Вот совершенно мистическая история, значит, Николай, когда он, значит, доженился, они поехали в Лондон, гороскоп делал. Ну, брату, брату, принцу Георгу, который, как две капли воды. Кто интересуется, кликните в интернете, он просто как две капли воды похож на Николая. Он просто как две капли воды похож на Николая. Кстати, потом не принял его, не стали спасать царскую семью. Вот эти, как две капли воды. Ему составили гороскоп, в котором у него было вот всё вплоть до Екатеринбурга написано. Вот ему такой был составлен гороскоп. И дальше всю жизнь он пытался преодолеть этот свой гороскоп, и не получилось. Николай II. И вот это вот в России вдруг, или вот Ленин, самая свежая тема. Причем такие, ну, самые такие, ключевые, да? Веды. Я про Вторую мировую войну не говорю. Это даже страшно себе представить. Но до этого была ещё Первая мировая война. И был Владимир Ильич, который сидел за границей. И здесь, знаете, тоже ведь и вдруг, и вдруг ничего не происходит, всё идёт каким-то своим, более-менее логическим путём. Но вдруг обстоятельства складываются так, что этому посвящена вся картина. Вот буквально по стихам. Когда бы знали, из какого хора растут стихи, вот когда бы знали, из каких растут вот эти великие события. Когда действительно немцы им помогают, что вполне логично, обвинять немцев не в чем. Они хотят выиграть войну. Они помогают перебраться в большевикам. И они на этих санях жалких, там финал, это жалкая процессия, 12 саней, на которых там 32-33 человек сидят. И вот это, вот это вот всё скоро перевернёт мир. Ну, знаете, вот так. Причём, да, да, были исторические какие-то просылки. Но в России всегда какие-то были исторические предпосылки. Они потом ни к чему не приводили, например. Но здесь-то это уже шло своим чередом. Ленин приехал непрекаянно. Его там даже никто и не ждал. Там были свои хозяева, были свои планы. И потом он переламывает ситуацию буквально за две недели. И всё. И Россия пошла по-другому совсем. Совсем по-другому. Поменяла генотип. Я, когда снимал «Гибель империи», фильм, я вот фотографии много мы смотрели. Мы даже фотопробы делали, а не гавы и пробы. И видно, как отличаются лица. Это другие лица. Поменялся генотип. Это поменялся просто генотип для этого времени. После Великой Атабельской церковной революции. Я думаю, не надо им ни отвознания, потому что иначе переворот. Нет, это революция. Чего? В революции есть революция. Вот. И всё. Или, вы знаете, актуальная тема. Вот сейчас и смех, и грех называется. Собираются платить большие деньги люди в Америке, чтобы заполучить тело Ленина как арт-объект. Вот можете себе представить. И это возможно. В общем и в целом пройдёт ещё немножко времени. И если не додумаются всё-таки похоронить по-человечески, вот просто взять и похоронить, что нужно сделать. Потому что как будто вот эта вот метущаяся душа этого непростого и значительного человека, который многие очень называют великим, совершенно справедливо, как будто она мешает России чего-то вот переключить, какую-то скорость, как будто вот пойти чего-то куда-то, вот чем-то заняться, как будто вот этот призрак по Европе ходил. Сейчас призрак Ленина у нас ходит. Вот. Вот. Я, вы знаете, сам просить на чего не могу понять. Ну, похороните. Ну, какая здесь проблема? Ма, похороните Христа ради человека и не мучайте его душу. А потом и приводят в арт-объект. И вы же все старенькие будете уже. Ничего не сможете сделать уже. А он будет как арт-объект. Вызна, они будут измываться. Владимир Иванович, а у нас как раз вот поступил вопрос от радиослушателя Андрея. Почему до сих пор, на ваш взгляд, его не перезахоронили? Ну, потому что есть достаточно большое количество людей, которые сопротивляются этому. Достаточно большое количество людей. Они сопротивляются этому. Причем, ну, понимать, для всякого человека, ну, скажем так, ну, воцерковленного, это достаточно естественно. Взять и похоронить. А здесь же языческое что-то, это вообще даже непонятно. И скажу, вот это вот... Ну, просто это современно, по идее, в современных условиях, это даже не должно, ну, не может даже в голову поместиться, эта глупость, выставить на показ человека, ходить на него смотреть. У нас немножко другое сознание. Одно дело, когда это было постреволюционное, когда это было окутано этим мифом великим, когда эта идея была, ладно, ладно, но это уже прошло. Вот. Это уже прошло, и мы же все-таки немножко не китайцы, и, в общем, ну, пусть они хотят МАО. Наверное, они никогда не допустят, чтобы из МАО сделали арт-объект. А у нас может быть. Вот самое замечательное. Вот хочется так сказать. Испугайтесь хотя бы этого, если в другие резоны не действуют. Ну, испугайтесь, что превратят ведь просто в арт-объект, в эту маринованную акулу. Понимаете? И дорогостоящее, деньги-то большие предлагают. Понимаете уже? Спасибо, Владимир Иванович. Сейчас мы должны прерваться буквально на пару минут на рекламу и продолжим. Оставайтесь с нами. У нас в эфире российский кинорежиссер Владимир Хатиненко. Добрый день еще раз. Кто к нам присоединился? Напоминаем, что в эфире проект «Культурная линия» и на связи с радиостудией «Болтком» российский кинорежиссер Владимир Хатиненко. И тема нашей беседы – «Кино как зеркало для России». У нас очень много вопросов поступило. У нас еще час эфира. Мы попробуем в таком быстром темпе задать все. И вот следующий вопрос у нас практически, он такой начинается с признания в любви. От журналиста Натальи Лебедевой. Дорогой Владимир Иванович, спасибо вам за ваши фильмы, за то, что в них историческая, фактологическая и глубинная человеческая правда о нашем общем и наших предков имперском времени и советском прошлом. Есть ли у вас рецепт, как противостоять чудовищному потоку лжи обо всем, что нам дорого, что составляет глубинную правду, основу, корни, славу и достижения? – Вопрос хороший. Вопрос хороший. Но, боюсь, мой ответ разочарует, потому что ни у кого нет ответа. Ни у кого. В современных условиях, в условиях интернета, в условиях современных средств связи, коммуникации. Еще Наполеон говорил, что газета – это лучше нескольких армий. Это еще добавление интернета. И сейчас это просто невозможно. Надо только отдавать себе отчет, это мир, в котором мы живем, и не посыпать голову пеплом. Тут, понимаете, делай, что должно и будь, что будет. Ведь если угодно, это своеобразная война такая. Это тихая-тихая такая война. И поэтому тут точно нужно просто не сидеть, а сложа руки, делать свое дело. Потому что дальше ведь главный соблазн взять и запретить. Это главное, конечно. И казалось бы, это простое решение. Но нет. Потому что мы знаем другое выражение. Запретный плод сладок. И сегодня, к тому же, это невозможно. Понимаете, вот это вот тот момент, когда когда-то это было. Понимаете, когда это было еще хотя бы относительно возможно, я в свое время в списках читал Набокова. То есть, тогда все равно даже на эти печатные, кто помнит эти перечитанные много раз напечатанные, на наши плотно-плотно-плотно листики, которые как-то привозили, но это тоже своеобразная, что называется интернет. И тогда же, тогда это было невозможно. Потом сарафанное радио, оно работает и живет. Поэтому давайте вот исходить из того, что невозможно. А дальше надо каждому делать свое дело просто. Вот если бы с молодых ногтей, если бы тот же... На самом деле, это ведь задача государственная. Каждого из нас, само разумеется, потому что все государство создает вот из нас. Абстрактно государства не существует. Государство — это мы. Довольно разные люди бывают в этом государстве. Но каждый в этом смысле должен, ну, в определенном смысле бороться с той правдой, вот и все. А государственная задача, если государственная политика, значит, этим надо заниматься с детства. Надо с детского садика, в школе, вот немножечко следить за этим вопросом, чтобы это... Ведь, ну, абсолютной там правды, даже исторической абсолютной правды не существует, вообще-то говоря. Есть, в любом случае, точки зрения. Но все равно есть государственная политика. Если она присутствует, значительно надо заниматься с молодых ногтей. Перманентно, последовательно. Вот и все. А почему... ...пробовать то, что для государства могло быть полезно. А как вам кажется, почему вот Россия на протяжении разных исторических периодов является как таким вот раздражителем? Вот такое ощущение... Вот сейчас посмотреть, если медиа какой-то контент международный, вот такое ощущение, что вот хуже просто страны и нет. Да, и что вот все ее не любят. Ну, что ж такое? Вы знаете, я бы задал встречный вопрос. Вот лучше бы они себе задавали такой вопрос в Европе и в мире. А что же это такое? Вот, ну, подождите, подождите, подождите. Во-первых, надо прочитать про Россию книжки. Надо немножко почитать. У нас же все написано. Неглупые люди жили в России, включая Достоевского, Толстого, Тургенева, неталантливейший композитор. Вы сначала... Вообще, чтобы пронять по страну, надо ознакомиться с ее культурой. Достаточно прочитать одну книжку, братья Карамазовы, Достоевского, чтобы вообще много чего понять. И мы с этого и начали с вами разговор. Очень непростая страна. Как раз поэтому. Как раз поэтому. Как раз поэтому. Непонятно. Ну, почему они не вписываются? Почему не идут в фарватеры? Почему? Вроде все договорились. Вроде все договорились. Все. Нет. Это вот Россия. Она нет. А она все какое-то свое. Иногда с дури. Иногда по расчету... Ну, никак не рассчитаешь. Вот никак ее в этот общий поток сознания европейского. Как-то никак ее не погрузится. Давайте примем. Это давно было сказано. Это же Россия, это же она между Востоком и Западом. Это май. Который между Востоком и Западом. Примем звоночек у нас есть. Да там причины еще какие-то есть. Еще об этом можно говорить целый день. Вы знаете, особенно выпить пареньки. И тут можно уже... Эта тема будет бесконечная совершенно. Потому что это правда очень интересно. Но это они должны задаться вопросом эти. Чего это вы вдруг так дружно? Что случилось? Что случилось? Вот. Потому что, ну, правда. Ведь широта идет... Вот вы знаете, все эти наши сказки, богатыри, землю с собой, да? Вот мешочки там. Ну и вообще эта вся мифология. Ведь правда вот это гигантское пространство, это же не просто пространство. Давайте я сейчас разорвать на это сейчас выскажу. Все это очень важно. Это ключ в нашей беседе. Это вообще-то конденсатор. Это поле энергетическое, которое подпитывает вот это все. От этого... От этой мощи и наша душа порой. Понимаете? Мы просто... Это много. Это энергия, которая бьет через... Это батарейка. Вот эта вся огромная территория, это батарейка, которая нас подпитывает. Оно и на физическом, и на мистическом уровне. Вот. Ну и на физическом тоже. В природе просто так ничего не бывает. Вот. Недаром вся эта мифология, богатырями с землей смешует. Вот. Поэтому ничего, знаете. Ну и что? А кого-то любят, и не думают они. Понимаете? Лучше. Знаете, итальянская, замечательная. Ой, у меня Танечка узнает, как она по-итальянски. Парле мали, парле... В общем, говорите плохо, говорите хорошо, только говорите про меня. Это из киномира такая высказка. Вот это, знаете, можно... И не надо затремучивать это все. Вообще надо с юмором относиться. Ну и, конечно, тоже задаваться вопросом. Что это? Где это мы опять что-то пережали? Где это мы опять... Что-то опять не угодили? Тоже надо думать. Надо же к себе тоже относиться и требовательно, и с юмором. Что ж мы, идеальные что ли? Да нет, совсем даже нет. Совсем даже нет. Давайте примем звоночек, у нас есть. А, нет, сорвался. Иди, у нас что у нас здесь? Владимир Иванович, а если вернуться все-таки к фильму «Демон революции. Ленин. Неизбежность». Вот как вам кажется, и анализируя сегодняшние события в России, и сопоставляя их с тем, что происходило сто лет назад, не видите ли вы угрозы повторения этого сценария ужасного? Есть ли для него предпосылки реальные? Давайте разоговоримся. Я не считаю этот сценарий ужасным. Каждый может к этому по-разному относиться. Ведь кто-то не считает этот сценарий ужасным, кто-то считает. Я не могу. Я стараюсь к этому относиться все-таки, как... Почему названа Ленин «Неизбежность»? Потому что я считаю, что это было неизбежно. Потому что Россию необходимо было пережить и это испытание. Потому что России нужно было пережить и это искушение. Это был очередной... Это был очередной этап. В общем, ну как... Не просто даже жизни России, а очередной этап какого-то понимания себя. Это, мне кажется, очень важно. Поэтому, конечно, трагические. Но вы знаете, в истории очень мало нетрагических событий, должно я сказать. Очень мало. А события революционные, они практически всегда кровавые. Большие люди великие, они всегда шли, и за ними кровь. Ну, к сожалению, это все природа человеческая. А хочется ведь посмотреть на явление. И что это явление... Это испытание... Ну, есть такая устойчивая, достаточно точка зрения, что это было необходимое испытание. Необходимая для России перемена. И вот это мне... Вот... И замечательная книжка моего товарища, это мысленный волк. Там такая мысль звучит, что если бы не было, не выросло бы то поколение, которое смогло выиграть вторую, победить. Которое смогло победить во Второй мировой войне. То не смогло бы. То проигрывало даже Первую мировую войну. С того говоря. Первая мировая война для нас — это печаль. Почему она неизвестна? Это же неизвестная война. Ни героев не знаем, никого там. Два-три человека, чего там где-то кто-то. Это же тоже неспроста. Вот. И... Ну, в это можно верить или не верить. Ну, я вот в эту версию... Я этой версии как-то доверяю. Мне кажется, в этом что-то есть. Неисповедимы пути Господни. Поэтому мы не знаем. То, что нам в определенный момент, может быть, кажется, вещью неприятной или опасной. А это наоборот... Ну, бывает. И так бывает достаточно часто. Поэтому для меня это драматические события. Да, они трагические. С жертвами человеческими. И, конечно, каждого отдельного человека жаль. Но если иметь в виду процессы, они всегда беспощадны. Они всегда беспощадны. И могут народу исчезать. Да, и все. Ничего там с этим не поделаешь. Вот. В данном случае пока вот Россия каким-то непонятным, загадочным способом продолжает жить своей жизнью. Вот это важно. Вот вопрос от журналиста Людмилы Анисимовой. Латвийские вести. Современный мир можно назвать королевством кривых зеркал. Да? Раз мы говорим кино как зеркало. В какое же зеркало смотреться Россия? Потому что ведь и в искусство повсеместно проникла политика. Вот согласны вы, что современный мир напоминает королевство кривых зеркал? Я, во-первых, согласен с вопросом, в котором практически есть и вопрос, и есть ответ. Он получается немножко закрытый. Я совершенно согласен. Наверное, мир, вот если мир вообще, имейте в виду, всегда был более-менее так, более-менее. Но сейчас, и особенно, вот я говорю, вот этот знак, еще вот этот вирус, этот знак, безусловно, какой-то, это какой-то знак, потому что никогда еще мир так не выстраивался по струнке за очень короткий промежуток времени. Буквально за две недели весь мир без исключения, весь. И мы увидели, что нами можно манипулировать. Вот этот невидимый вирус нами манипулирует. А это очень такой знак, ну, я бы сказал, серьезный. Плюс, понимаете, сейчас в мире вообще черное-белое нормально называть. Не мальчиков нет. Ну, в общем, тут все перепуталось. Это очень удобно. Что касается, ну, понимаете, даже простых, простите, коснусь все-таки, ну, вот простых вещей. Вот эти какие-то отравления, ну, правда, это смех и грех. Это невозможно слышать нормальному человеку. Это бред какой-то. Что это за страшный яд какой-то, от которого никто не умер? Ну, что это за страшное смертельное оружие, от которого никто не умер, которому нужно травить кого-то? Это бред, ну, просто нет. Нет, этим занимаются серьезные люди. Это все придумали. Главное – образ создать. Вот это новичок, новичок. Ну, это же бред сивый кобыл. Что это за страшное оружие такое, от которого никто не умер? Вот. Ну, это как частный пример, но он очень характерный. И это касается всего. Это касается всего. И, в общем, вот это выравнивание, вот чем приводит. Вот самое печальное, хотя это и выглядит самым актрактным, что абсолютно стирается грань между добром и злом. Нас потихоньку… Это неважно. Это тонко. Это так просуждать, так это тоже… И вот нет ни добра, ни зла. Нет ничего. Никаких ориентиров. А один-то остается всегда. Он всегда с нами. Деньги. А деньги-то остаются. И деньги, как единственный артист, что было всегда. Еще и Достоверский в день какой-то писал. И все. Это было всегда. Но до такой степени это, конечно, никогда не доходило. Когда просто вообще ничего не остается. Ведь, понимаете, если бы хотя бы… Ну, деньги, ничего худого в них нет. Нам все они нужны в той или иной степени. Кому-то очень, кому-то меньше. Вот, святых людей мало, чтобы они обходились без этого. Но вопрос другой, как цель. Деньги, как цель. Одно дело, деньги как средства, которые ты имеешь. Деньги как цель, у нее большие разницы. И вот сейчас деньги как цель заполонилось. И, к сожалению, на деньги можно купить и мнение, на деньги можно купить и это, и снять, и сделать, и поменять. И правительство, и все. На деньги можно все. И вот эта страшная сущность денег, она, конечно, сегодня расцвела необыкновенно. Просто необыкновенно. И, к сожалению, противопоставить нечего. К сожалению, не искусство, ничего не могут сопротивляться до такой степени, чтобы это было серьезно. Потому что сразу купили. Надо это купим. Надо это купим. Надо режиссер купим. Ну и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, конечно же, какая сделка рассмотреться? Зеркало нужно смотреться. Зеркало, простите за копарность, зеркало своей души нужно смотреться. Вы знаете, человек, есть такой психологический эффект. Человек, если случайно увидеть свое отражение, вот в витрине или где-то, он может себя не узнать на несколько секунд. Потому что, когда он смотрится в зеркало, он смотрит специально. И у него мышцы тут все, и все он как бы приводит. И он смотрит специально, и это другой человек. Вот. Поэтому тут надо постараться больше, может быть, представить себя. Или случайно увидеть в витрине. Попробуем принять звонок. Алло. Добрый день. Александр, меня зовут. Очень приятно, что вы посетили, не посетили, а выступаете на Болткоме в Латвии. Скажите, а какое поколение сейчас надо, вот, ну скажем, у нас в Латвии, в России? У нас уже все понятно. Мы в Европу пошли, мы идем вниз. Вот сейчас пойдет вниз. А вот России, что сейчас надо, какое поколение, что вперед пошло? Вот вы, люди послевоенные, вы видели голод, там, разруху. Не знаю, все видели. И поэтому, может быть, у вас отношение было такое к миру. А сейчас такое, что им надо увидеть, чтобы все перевернулось? Спасибо. Очень хороший, очень сложный вопрос. Если буквального ответа никто не знает, никто, но мы фактически всю нашу передачу так или иначе об этом говорим. То есть это требует все-таки воспитания. Совершенно исчезла система воспитания и система координат. Вот, вернусь к теме предыдущие, добро и зло. Вот желательно, чтобы вот это новое или другое или какие угодно поколения все-таки не путали эти понятия. А это ведь происходит, понимаете, какая штука? Если бы делом заниматься, потому что вот я не устаю приводить такой простой пример. Вот очень многие люди хотят привести в порядок свое тело, да? И они знают, нужно пойти в фитнес-клуб, и там нужно работать. Там нужно потеть, бегать, штангу тягать и так далее. Здесь мышцы появятся, здесь, 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 здесь. В общем, как более-менее тело приводит в себя в порядок, да, знают. А что вот с головой делать? А с головой-то те же самые упражнения нужны. И душа обязана трудиться, простите за банальность. Вот если бы, а к сожалению, сегодня это исчезает, благодаря как раз и техническим вот этим вот новациям, потому что сегодня проще залезть в интернет и посмотреть, чем это знать. Это ведь то же самое, что желая поправить фигуру, смотреть на человека, который этим занимается, в надежде, что и с тобой-то проявить. Это то же самое. А это можно воспитать. Это можно воспитать, соизмальство. Внушать им, это две большие разницы. Конечно же, им неудобно, раз, информацию получить, но необходима какая-то сумма знаний, необходим какой-то грунт, необходимы какие-то корни и знания литературы, музыки, и так далее, и там живописи, и тому подобное. И, к сожалению, вот этот именно культурный грунт, он, к сожалению, подвергает сейчас эрогии. И если не принять, ну, мы просто в дикарей, приводимся в дикарей в довольно ближайшее время. Это скажется. Это причем произойдет вот так же, как коронавирус. Бах, и все. И нас нет. И нас нет. Как людей, нас нет. Ну, там какие-то биологические ходят, делают, что хотят. Но дело в том, что какая-то же миссия все равно есть на человеке. Надо как-то некоторых думать об этом. Все равно какая-то же есть. У муравьев есть. И у нас тоже есть. Раз мы можем еще это плюс осознать, то надо подумать тоже. Ну, чего, развить денег, что ли? Этого мало сейчас. Но, можно сказать, разные. Вот нельзя так огульно, что, дескать, все они одинаковые. Нет. Я думаю, что достаточно разные сейчас молодые. Поскольку я часто сталкиваюсь, у меня же я преподаю, и приходят каждый в определенном порядке, разные очень люди с улицы. Я вижу, что нет. Ну, она не настолько катастрофическая картина. Но им тоже уже нельзя с ними разговаривать на языке, к которому мы привыкли. Надо искать, надо искать с ними контакт. Да, это тоже работа. Ее нужно тоже проделывать. И нужно находить и формы новые, и, может быть, даже новую информацию и содержание. Поэтому главное не терять контакт. Вот это, я считаю, главное, что можно сделать. Но окончательный рецепт все равно никто не знает. И потом что-то произойдет, и, как я уже говорил и буду повторять, Россия страна мистическая, все равно что-то может произойти, что как-то все поменяет, всю картину мира. А вот по поводу новых форм. Журналист Галина Афанасьева из Литвы. Такой вопрос. Уважаемый Владимир Иванович, в свете заявленной темы кино, как зеркало для России, хотелось бы понять, почему в качестве такого зеркала в современном российском кино нам очень часто предлагают вот эти бесконечные спортивные истории успеха и персонажей из советского прошлого. Легенда номер 17, тренер, стрельцов, движение вверх. Во-первых, сами истории не всегда достоверны, а во-вторых, неуместный пафос вызывает раздражение. Ну, понимаете, тут на самом деле как? Ну, ответ простой. Раз есть спрос, есть предложение. Попробовали, получилось, хорошо. Потому что кино – это же немножко, да и бизнес, мягко говоря. Кино – это средство и зарабатывание денег. И тут вдруг это открылось, а то, что она и пошла. А потом, вы знаете, я вот уже давно говорю, к сожалению, с тех пор ничего не изменилось. У нас в глубоком сожалению России каком-то, а может нет, не знаю, может чего-то я просто не знаю, какого-то еще секрета. У нас вот кроме идеи, вот нас победителей во Второй мировой войне, у нас другой идеи, объединяющей нас, нету. У нас вот этот полк, это зрелище волнующее совершенно. Ну, это же все на том же материале, мы объединяемся. Получается, прошло 75 лет, а у нас не появилась какой-то идеи, которая могла бы нас платить, объединить, и за которую можно было пойти и там что-то делать. Даже в каком-то, я бы сказал, приблизительном виде. А это вот, ну, как-то… Ну, я говорю, остается только деньги, деньги, деньги. Больше ничего не остается. А тут вдруг народ испытывает вдохновение, тут пафос какой-то. И все, это работает, ну, и поэтому это снимает. Поэтому я не могу сказать, что это плохо, или нельзя, наверное, так говорить, кино должно быть разное, слава богу. Но тут-то все как раз понятно. Просто, ну, людям нравится, что вот они в этот момент испытывают чувство, какое-то мнение, вот мы какие, молодцы, и тогда-то, тогда-то, тогда-то. Конечно, это уже инструмент манипулирования, но, ну, так всегда было. Хлебо и зрелище, вы знаете. Я в свое время снимал, когда такой документальный фильм, совместный был проект с Ватиканом, о первом, христианах, вот, о первомучениках. И я, честно говоря, всю свою жизнь считал, что хлебо и зрелище – это такое просто речье, просто выражение. Оказывается, это закон римский. Это было записано в Ватике. То есть хлебо и зрелище. Они понимали, что вот хлебо и зрелище, и можно будет тогда с народом, народом манипулировать. Вот и все. Поэтому эта формула ничуть не устарела и по-прежнему работает. Владимир Иванович, спасибо. Сейчас мы прервемся на новости, буквально на пять минут. Оставайтесь с нами. У нас еще полчаса эфира. И напомним, что благотворительная программа «Зеленая лампа» выйдет сегодня в 16.30. Оставайтесь с нами. Продолжаем нашу прямую линию. И на связи с нами кинорежиссер Владимир Хатиненко ведут программу Ольга Авдевич, я и моя коллега Наталья Захарьят. И продолжаем вопросы наши. Владимир Иванович, очень многие ваши коллеги сегодня открыто выступают против действующей власти в России и активно поддерживают в том числе западные либеральные ценности. Скажите, пожалуйста, вот вы вступаете с ними в споры или предпочитаете интеллигентно уходить от этих острых углов? Ну, вы знаете, тут довольно трудно сформулировать точный ответ, понятный я имею в виду, потому что интеллигентно отступить – это что, как малодушничать или что? Нет, вы знаете, у меня просто есть твёрдая позиция. Я по ней, согласно ей, живу давно. Я считаю, что у каждого человека должно быть право собственного мнения. и поэтому спорить довольно бессмысленно, потому что, ну, человек, конечно же, собственно, это его мнение. Я могу высказаться, я могу сказать, согласен, не согласен и так далее и тому подобное, но это мое твёрдое совершенно убеждение. Это как раз тот случай, когда споры, они ни к чему абсолютно не приводят. Это просто сотрясание, вот это называется сотрясание воздуха. Есть определённые процессы. От нас порой совершенно независимы. Они порой совершенно независимы даже от социума. Они не зависят мне от чего. Понимаете, Борис Годунов был неплохой царь, но ему не повезло. Понимаете, вот у него три года засухи, и всё, и хороший царь закончился. И всё, и начали искать виноватого. В России это происходит перманентно. Поэтому твёрдое убеждение, и это каждый человек имеет право, если есть такие люди, и они этим, это их жизнь, так и должно быть. Потом, это обязательно так должно быть. Самое чудовищное, что можно себе представить, это такое абсолютное единодушие. Это такое вот просто все на одной волне, и ура, и все вперёд. Это даже представить-то невозможно, и это было бы самое катастрофическое, и опасное. Это значительно опаснее, чем, ну, что называется, иметь свою точку зрения. Ну вот. Знаете, есть у Торнона Вайлдера, замечательного писателя, американского, у него есть замечательный роман «Марковские иды». Вот он такой вот слушателям, рекомендую, найдите, сейчас, в интернете, всё можно найти, или книжку взять, прочитать, что лучше, даже, конечно же. «Марковские иды». Это, он вообще, остроумный очень роман. Это переписка Юлия Цезаря со смертельно раненым, ну, изувеченным своим соратником, человеком. Это потрясающе. Это и о власти, и о времени, и обо всём. Потому что, тоже, ну, понимаете, если мы тоже вот так будем философски ко всему относиться, то, наверное, прогресса никогда не будет. А чего? И все философы такие, и все-все понимают. Нет, конечно, мир всегда строился и на авантюризме определённом, и на риске, и на задоре молодых. Ведь, понимаете, вся эта революция. Я вот зачитывал, у меня был показ, я зачитывал Цветаевское письмо Арины Цветаевой. Её биографию мы знаем, её судьбу мы знаем. Но это письмо её, когда она была ещё совсем молоденькой, это потрясающее свидетельство. Вот это задор юности. Как? Невозможно. Неужели мы не увидим на улицах вот это вот? Неужели это всё будет спокойно? Пишет она. Неужели это будет всё так скучно и спокойно? И где же эти все... И вот... Ну и накликали. Чем она закончена, мы знаем, и так далее, и тому подобное. Но это теперь не означает, что это для всех должно послужить таким, знаете, окончательным уроком, дескать. Вот это так случилось, поэтому больше ведите себя хорошо и всё будет хорошо. Нет. Нет. Мир как раз и стоит на том, что люди постоянно, ну, чего-то ищут, дерзают, ошибаются, простите за банальность, но это так. И слава Богу, что это так и есть. Поэтому я терпимо отношусь к другим точкам зрения, даже если не совершенно противоречат моим. Вот. Поэтому мне в этом смысле не очень сложно. Следующий вопрос. Журналист Елена Смехова о российских телешоу. Владимир Иванович, вы не раз называли в своих интервью в числе своих любимых картин Калину Красну. Вот сегодня ток-шоу смешали имя Василия Шукшина с грязью. Все следят за тем, как его жена, дети, внуки делят недвижимость. Не считаете ли вы, что подобные программы просто вредны? Почему они вообще появились? И кому нужно, чтобы в памяти молодого зрителя известные кинодеятели остались только как герои скандалов? Спартак Мишулин как отец внебрачного сына, Пырьев как злостный бабник и тому подобное. Точно. Ой, вы знаете, это я просто, у меня сердце кровью вливается, когда я все это вижу. Конечно, и, кажется, и Василий Макарович, это еще не единственный сейчас многих людей. Знаете, вот это я даже... Нет, 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 нет. Сейчас, простите, секундочку. Мне просто разряжается, я вдруг то, что обнаружил, сейчас надо присоединиться. Вот. Значит, и это... Вот я даже... С одной стороны, если подразумевать, что этим занимаются безголовые люди, то, ну да, это способ заработать деньги, скандальное внимание, скандал, значит, деньги, значит, есть возможность заработать. Вот. А если всерьез, если всерьез, то, конечно, это вредительство, чудовищное, вот это и разрушает, вот это и подтачивает, подсознание даже, и сознание, и подтачивает, и все, и стирается образ Шукшина, и стирает всех, про кого все это говорится. Конечно же, в принципе, это такое вредительство, чудовищное, но тоже, понимаете, тоже взять и запретить, ну, так тоже не получается, к сожалению. Вот, опять же, я еще раз вспомню артовские еды, там об этом очень хорошо сказано от Ортана Вальдера. Вот. Хотя я лично считаю, что это чудовищно, это пошло. Понимаете, вообще, вот моя точка зрения, я давно вопросом, ведь, заметьте, пошлость слова почти исчезла, вроде так немножко упоминается, но почти исчезла. А для меня это в свое время было вопросом даже исследования. Я нашел интересный по этому поводу у Набокова, очень точный, что такое пошлость, ну, у Чехова, само слово, разумеется. Вот. И вот сегодня пошлость, это, вот, это тлен, который разъедает наше общество, которое разъедает нашу культуру, пошлость, пошлость, потому что, а что такое пошлость? Вот, ну, у каждого свое есть определение, у Набокова твое, там, это, ну, мое определение, пошлость, это воинствующее упрощение, когда все смыслы упрощаются, вот, а это поднимается, как знамя, и все, и тогда высокие смыслы уходят, и они за этим шумом, за гомоном, за этими хихитами, хахаконькими, этим бельем нижним, это, это, это все, конечно, это все чудовищно, но, чтобы мы не выглядели совсем наивными, ну, так, ну, более-менее было всегда, вот, только сейчас, благодаря, вот, новым средствам, в этом природа какая-то, какая-то наша природа, я даже не буду говорить, что я вот хороший, а там где-то кто-то, там, сидит, кто-то плохой, что-то в нас такое есть, мы включаем чего-то, вот, это даже на мгновение, вот, и мы все равно искушаемся, а что-то, а, и говорят, какие они мерзавцы, вот, ну, к сожалению, здесь два момента, это с одной стороны, это может быть осознанным, вот, действием, врушителем совершенно, оружием, а с другой стороны, способом зарабатывания денег, главное, прокукаре, хотя там хоть солнце не стало, спасибо. Владимир Иванович, в продолжение темы, такой вопрос, чем, на ваш взгляд, может обернуться изменение правил премии «Оскар» и «Берлинского кинофестиваля», и напомним, что с 2025 года фильмы, номинируемые на «Оскар», в категории «Лучший фильм», должны будут соответствовать определенным требованиям, касающимся расы, гендера и эксклюзивности, а «Берлинский кинофестиваль» отменил премии за лучшую женскую и мужскую роли, и в следующем году их заменят на гендерно-нейтральные награды. Есть ли опасность, что рано или поздно, вот в продолжение, новые вения доберутся и до российского кинематографа? Ну, вы знаете, вот с тем, что мы в течение всей передачи так или иначе говорим про Россию, я думаю, нет. Вы знаете, я думаю, не приживутся. Все-таки вот поэтому это отдельно. Россия как-то может существовать отдельно, как-то умеет. С потерями, может быть, для себя какими-то, но умеет. Вопрос другой. Во-первых, вот все, что касается «Оскара», все эти темы, они в отдельности так или иначе всегда прощаялись и всегда приветствовались и всегда направлялись, награждались. Сейчас просто как бы собрали все вместе в один этот пучок, ведь этот веник. И, ну да, это, конечно, вы знаете, ну, все-таки вот есть в России, а Россия даже в присказках своих, она вот уже портрет рисуется. Понимаете, «Пойдет туда, не знаю, куда принеси, то не знаю, что». Ну, где вы еще найдете такое, да? Или «И смех, и грех». Вот это в данном случае и смех, и грех. Вот это вот то, что происходит сейчас и с Берлином. Ну, во-первых, это, с моей точки зрения, это скорее диагноз. Это скорее диагноз, написанный на бумажке, состояние мира сегодняшнего. Это скорее диагноз. Это надо лечить. Вот. Ну, а как лечить, наверное, пока никто не знает. Главное, не тереть и руками не трогать, само пройдет. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, у меня к этому ироническое отношение. Я такой опасности не вижу, жизнь возьмет свое. Потом это еще действовать начнет через три года, чего-то, хотя Берлинский вот-вот, а потом мы даже не знаем, когда будет Берлинский фестиваль. Мы вообще ничего не знаем. Над нами, ведь мы живем в мире полном, неизвестно, а мы будем одеваться. А вот продолжение темы газета «Суббота» вопрос. Если кино – это зеркало нашей жизни, то сейчас в нем должен отразиться коронавирус и все, что с ним связано. Нет ли у вас какой-то мысли снять что-то на эту тему, допустим, в стиле Бесогона Никиты Михалкова? Бесогона Никита Михалкова это делает. Нет, нет, нет. У меня есть, но я не могу, мы люди суеверные кинематографисты, я не могу ее озвучивать, но у меня как раз есть идея. Вопрос другой. Понимаете, вот так вот поверх нас надо достаточно. Эту тему осветили еще, когда это все и карантины были и так далее и тому подобное. Но мы пока до конца совершенно не осознали, что с нами происходит. Происходит, подчеркиваю, не произошло. А с кем-то уже произошло. Мы даже пока не понимаем, не хотим и сопротивляемся, что мы вообще-то уже живем в другом мире. Мы живем в другом мире. Я люблю фразу Стивена Кинга в романе «Черная башня». У меня есть фраза такая, я не знаю, на свое время давно уже довольно меня зачаровала. Мир сдвинулся. И вот мир сегодня сдвинулся. И вот эта вся симптоматика, о которой мы говорим сегодня, включая вот эти все «Оскары» и «Берлины» и так далее. С одной стороны, к этому спокойно надо относиться. Ну и вот это вот растет какое-то дело. Вот идут какие-то процессы. Дело в том, что по большому счету на кино не должно отражаться. Это пусть отражается на людей, которые снимают для фестивалей. А люди, которые снимают кино, талантливое кино, всегда будут снимать его по своим законам. Всякий художник будет кино снимать по своим законам. И не будет он пытаться отписаться в какую-то программу, которая позволит ему попасть на «Оскар». Это же очевидные вещи. Поэтому жизнь возьмет свое. И я поэтому совершенно спокойно к этому отношусь. Вот. И вопрос... Ведь, знаете, хорошие фильмы про вьетнамскую войну, классический просто привожу пример, появились где-то после окончания войны, лет после 15-20 пошло. И появились фильмы, которые уже достаточно серьезно нам рассказывали об этой, ну, последней серьезной войне. И я думаю, здесь нужно какое-то еще и время, чтобы мы поняли. Хотя это очень важно. Это архиважно. Обратите внимание, эта же тема заслонила все. Вот все даже гендерные, мирные, какие угодно темы, в общем она заслонила. В общем пока ничего больше. Она как сетка вот так вот накрыла всю планету. И сама по себе. Это любопытно. А вот Никита Михалков был вашим крестным отцом в кино. И смотрите ли вы «Бесогон» Михалкова? Время-тре я не смотрю, да. Когда мне говорят, что там что-то какая-то тема интересная. Я смотрю. Вот вопрос о том, что он очень обеспокоен реформой образования, которую предлагает Герман Греф, что это вот всеобщая цифровизация. А вы как педагог, вас это беспокоит? Вы все-таки преподаете в трех вузах. Да. Нет, меня как программа это жутко беспокоит, потому что там фактически, если это так реально, я ведь документов ничего не видел. Там цифровизация, отказ от учебников, от учителей, английский как основной язык обучения. Вот. Но меня это беспокоит, как вот эта такая программа, которая в общем целом, ну такая подготовка роботов. Нет места для самостоятельности. Вот так мне показалось. Для самостоятельного развития для какого-то. Это такое, вот давайте мы вырастим вот таких нового человека, и он... Да нет, в английском языке ничего худого нет. Я сам его учился. Я очень хотел выучить английский язык, поэтому сам его учил. И даже в школе его не сдавал ни автоматом. Учиться английского языка не могла на меня нарадоваться. Мне очень хотелось выучить английский язык. Ничего худого я в этом не вижу. Вот. У меня Танечка вообще блестяще говорит на английском. Я ей завидую. Еще хорошо бы на китайском. Ну и так далее, и тому подобное. Само по себе, ну если подразумевать за этим, понимаете, это ж... Язык же это культура. Вот, например, если подразумевать за этим, ну все, вот преподавание на английском языке, как бы полезно, да? Литература, ну это переведение чуть-чуть в другую область. Тут они свое-то не могут охватить, хватит, не могут изучить. А их вот так вот затачивают под вот англосаксонскую такую вот под руку. Если это подразумевается, то, конечно, мне это не очень нравится. И вообще, сам вообще процесс образования, это больше похоже на натаскивание в этой программе. Процесс натаскивания, а не образование. Сам процесс образования, он тонкий, сложный. Он порой зависит от человека, который этот говорит, от каких-то изменений. То есть, это так сложно, это невозможно привести к какому-то общему знаменателю. Понимаете, в этом есть ошибки, есть расчеты. И очень много зависит от людей, от живого общения. Очень много. В обществе, которое должно состоять из людей, то в нем должны быть люди, которые оборудованы в человеческой системе координат. Вот что я по этому поводу думаю. Владимир Иванович, а есть ли что-то на фоне этого сдвинутого мира и неспокойного 2020 года, что-то, что внушает вам все-таки оптимизм, надежду? На лучшее. Знаете, у нас в семье, мы живем сейчас по такой формуле, которую мы выработали. Если мир будет становиться хуже, мы должны становиться лучше. Вот это вот формула. И если им думаться, то она содержательна вполне. Понимаете? Это повод. Это точно. Вернусь к началу нашей беседы. Меня очень вдохновил в этом смысле, во многих смыслах, и даже не только по художным достоинствам, фильм Пугала. Понимаете, в нем какая-то формула есть, того, о чем мы говорим. Вот природного жизнеспособности человеческой какой-то в любых обстоятельствах. И здесь для нас это как раз очень хороший, очень хороший повод посмотреть на себя. Если у кого хватит сил, это непросто. Это очень даже непросто. Но это редкостный повод. Редкостный повод посмотреть на себя, и вот вы и дальше по формуле. Если мир будет становиться хуже, мы должны становиться лучше. А что вас радует в ваших студентах, вот если брать современную молодежь? Ну, они разные. Меня радует как раз то, о чем мы говорили. Что, в общем, общерасхожие, что они малообразованные, некультурные, не знаю. Меня радует, что они, в общем, пытливые. Меня радует, что в них вот эти вот... Ну, понятно, значит, не просто... Ну, они с одной стороны с улицы, с другой стороны мы их все-таки набирали как-то, да, это все равно просеянные чуть-чуть. Называется, 500 материалов. Но все равно меня радует, что у них есть жажда жизни. Вот это меня радует. Хотя, вот это вот печально. Не хватает всем, тотально практически, за речащим исключением, не хватает простой образованности. Простой культуры. Спасибо большое, Владимир Иванович. Напоминаем, что нашим гостем был кинорежиссер Владимир Хатиненко. Благодарим вас, что вы выкроили время, только что вернувшись с кинотавра и приступая к преподаванию. Начался учебный год в трех вузах, где вы преподаете режиссуру. И напоминаем, что Владимир Хатиненко дал рекомендации нашим радиослушателям посмотреть по итогам кинотавра, обратить внимание на фильм «Сера», на фильм «Пугало» и обратиться к роману «Мартовские иды». Огромное спасибо за радость общения. Спасибо и привет от вас. Спасибо, что пригласили. Было очень интересно. Вопросы были очень хорошие, неформальные. Спасибо. И мы вас очень будем ждать в Риге, когда наконец уйдет эта ужасная пандемия. Будем ждать вас. Да, на честь удовольствия. Мы очень любим Ригу. Да, а мы очень... Есть много хорошего в нашей жизни. Мы очень хотим посмотреть фильм «Ленин. Неизбеженность» на большом экране и берем с вас слово, что вы приедете к нам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.